Благодаря ее труду Самару стали называть шоколадной столицей. Елена Васильевна Шпакова приехала в Куйбышев из Москвы в 50-х годах поднимать старую шоколадную фабрику. Елена Васильевна дала успешный старт кондитерскому предприятию полного цикла. На тот момент подобных в СССР не существовало. Его она возглавляла 22 года. А ведь этого могло и не быть. За право построить фабрику боролись десятки городов – Ульяновск, Новосибирск, Киев и Москва. Победу уже праздновала столица. Но Елена Васильевна все же смогла доказать, что лучший шоколад смогут приготовить только здесь. Предприятие и сегодня выпускает любимое лакомство миллионов потребителей. Все стремятся в Москву. Приедут еще, если мало. А я хочу на периферию. Там, где ничего еще нет, может быть, что-нибудь там сумеем создать. Ну вот взяли мы карту, стали смотреть. Вот смотрим. Смоленск у нас. Смоленск – река Днепр. А здесь идет Волга. Я говорю, какая Волга? Это хорошая река. Это как по дому нашему Днепру. Значит, ну вот так поглоели. Я говорю, давайте посмотрим. У нас, говорит, там есть фабрика в Куйбышеве. Ну, она такая старинная, из царских времен еще. Ну, говорит, давайте. В день юбилея Елены Васильевны ее коллеги поделились воспоминаниями о работе под ее руководством. Такая аккуратная, всегда понятная. Помню, что каждый понедельник она делала обход по фабрике. Брала с собой группу специалистов и шла по цехам. Она знала каждый уголок в цехе. Она знала всю фабрику. Она знала людей. Она заботилась о людях. Вот такое она мне запомнилась. Это настолько многогранный человек. Это специалист высокого уровня. Дегустатор высокого уровня. В неделю раз всегда были дегустации, и она могла определить недоработки, где-то какие-то ошибки. Она, мне кажется, никогда не уставала. По крайней мере, вот сколько мы достаточно близко с ней общались. Никогда мы этого не чувствовали, что она устала, что пора сделать паузу, отдых. Ну, вот такая у нас Елены Васильевны. Елену Васильевну с юбилеем поздравил заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов, вручил награду «Знак за заслуги перед Самарской областью» и зачитал поздравления от губернатора Дмитрия Азарова. Ваши заслуги – достижения по праву, отмечены многочисленными наградами и признаны на самом высоком уровне. Всю свою жизнь вы посвятили служению Самарской земле. Вручила цветы и поздравила Елену Васильевну Шпакову глава Самары Елена Лапушкина. Елена Васильевна, как приятно с дать ученичку вас поздравить. Я вам уже сказала, насколько я вас болела, насколько я буду здесь. Дай Бог вам здоровья, долгий год жизни, будь такой же цветущий раз. Поздравили с юбилеем Елену Васильевну председатель Самарской губернатской думы Геннадий Котельников и глава Октябрьского района Александр Кузнецов. Вы какой-то символ нашего края, нашего региона, нашей Самары. Потому что приехать из Москвы, из Подмосковья, закончить Московский институт и приехать сюда, и остаться на всю жизнь. И желаем вам здоровья, чтобы у вас все было дома хорошо сейчас, чтобы радовались, что вы жили долго еще. Редакция телеканала «Самара ГИС» присоединяется к поздравлениям. Елена Малюцина, Василий Колдашов. События. Редактор субтитров А.Семкин. Корректор А.Кулакова Продолжение следует...